Как отметили в начале совещания, повестка дня очень насыщенная, поэтому сразу приступили к обсуждению главных вопросов. Как реализуется программа модернизации здравоохранения в области? Никогда за историю Брянской области, Брянская медицина, такие объемы финансовых средств не получала. 3,7 миллиарда рублей. Мы приняли и свою программу развития, как мы ее обозначили, сельской медицины. У нас более 600 ФАПов, износ свыше 85%. Вот этот миллиард рублей мы изыскиваем возможности. Сейчас уже цифры мы направили депутатам областной думы, чтобы в бюджете на 2013-2014-2015 данную проблему, так сказать, снять. Заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева отметила, что в целом по России накопилось много вопросов по реализации программы модернизации здравоохранения и национального проекта здоровья. Мы сегодня с вами говорим об организации медицинской помощи нашему населению. И почему система образования, модернизируясь и ее больше критикуют, имеет при социологических исследованиях более уже 50% положительных ответов со стороны населения, а наши системы имеют менее 30%. Как оказалось, в регионах зачастую просто не готовы использовать выделенные деньги. Проблемы существуют в 42 субъектах федерации из 83. Брянская область в число отстающих не входит, а в некоторых моментах даже может быть примером для других областей. Также наши медучреждения должны быть готовы отработать и порядок диспансеризации. На эти цели через Фонд обязательного медицинского страхования будет выделено регионом 55 миллиардов рублей. Особое внимание уделили на совещании вопросам обеспечения системы здравоохранения медицинскими кадрами, нехватке специалистов и целевому приему вузы.